И снова здравствуйте! Всем привет! Меня зовут Андрей Арянов, я олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. И я обещал выпустить серию видео подготовки к соревнованиям. Я стараюсь снимать всю неделю подряд. Сегодня четверг. Сегодня интересная тренировка. Многие спрашивают, почему я тренируюсь по самочувствию, как это выглядит, о чем я думаю, когда я планирую свой план. И примерно мысли идут у меня таким образом. Значит, мне сегодня, на данный момент у нас, у меня очень загруженная неделя. Я хочу поработать над большими весами, поработать над объемом, над тоннажом. Получается, я думаю, что у меня есть слабая спина. Мне нужно сегодня, например, толкать. А сегодня я буду толкать. Чтобы мне заходить на большие веса, мне нужно брать на грудь. Чтобы заходить на большие веса, мне нужно полегче взять на грудь, чтобы больше потолкать. Значит, я думаю, что беру я на грудь сплинтов, делаю толчок с груди. И получается, мне легче брать на грудь. Я больше килограмм потолкаю, больше подходов подойду. Не буду горячиться с пола, брать на грудь. Потому что чем возьмешь тяжелее на грудь, тем будет тяжелее толкать. Потом, я думаю, что все-таки я потолкаю над большими весами, поработаю, если дай бог получится. Надо будет поработать все-таки над спиной, доработать до конца. Я убираю пленты и буду работать это же движение, только работать именно над мышцами. Я уже не в классике над мышцами. Буду делать тягу с помостом. Тягу толчковую с помостом. И получается, я и повстаю много килограмм, и потолкаю с груди, и в итоге сделаю нужную тягу, поработаю над мышцами. В принципе, я просто сделаю себе легче, но объем выдержу большой. И прокачаю все нужные мышцы данным образом, чтобы ничего не отставало. И получается, работа идет над всеми группами мышц, и над объемом, и над большими килограммами. Значит, сегодня, как вы понимаете, толчок. Мы будем толкать, на грудь брать сплинтов и толкать с груди. Не знаю, что получится. Опять же, только по самочувствию, потому что не очень я отошел, потому что нагрузка была большая. У меня опять же болят плечи, у меня забитые ноги. Сегодня ломала всю ночь поясницу, тяжело было спать. Понеслась. Ну, в итоге размялся чуть-чуть, сделал тренажер на колени. Чуть-чуть, пару подходов подошел к гиперэкстензию. Некому меня снимать сегодня, совершенно один в зале. Но я вообще не про это. Мне, получается, товарищи со сборной прислали жидкую магнезию. Я не знаю, как ей пользоваться. Первый раз в жизни буду вот прямо на данный момент пользоваться. Вообще даже не представляю, что это такое. Жидкая магнезия. Вот точно такая же магнезия, как у нас. Сегодня я эксперимент попробую ее. Кстати, кто знает, пишите в комментариях, что это такое на самом деле. И как. И как ей пользоваться. Вот такая вот масса. Я как понимаю. Ну, мне сказали, что это намного дольше. Намного дольше эффект. Она такая пахнет спиртом. Короче, не понимаю. Пока эффекта. Спирт высыхает. Интересно. Не понимаю, что происходит. Но попробую в итоге. Потом в конце тренировки расскажу, что это такое. Пока нормально. Сейчас посмотрим, как она проявит себя в бою. Начинаем толкать. Продолжение следует. Ну, в итоге вы видели первый подход, получается, на 70 килограммов, плечи болят настолько, что вообще не могу подвернуть локти, это я для того, чтобы вы понимали, насколько проблема серьезная в плечах, это такое чувство, как будто набитое стекло в плечах, и я его пытаюсь ломать еще дальше, это биться, это резость, это стекло, короче, вот так вот я подхожу каждый день перед каждой тренировкой, я вот начинаю так разминаться, потому что боль такая невыносимая для начала, только 5-6 подходов спустя, вот на 70 килограммов я потихонечку начну, получается, добавлять скорость, добавлять мощь, скорость движения, по скорости подбород локтей, проблема очень серьезная, так что я тоже уже не молодой, но в итоге посмотрим, что будет все нормально, самое главное терпеть разминаться, потому что если не терпеть, то лучше не заниматься вообще таким тяжелым видом спорта, как тяжело для тебя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я вообще очень рад Тем более 200 я еще ни разу не толкал Со взятием на грудь Оттолкнул 2 раза Плюс 93 раза Я очень доволен Не знаю как вы Пишите в комментариях кто доволен Кто не доволен Я лично доволен Как я обещал Тяга толчковая Но не знаю как я буду долго делать ее Потому что как ни странно Почему то забилась мышца Именно здесь И здесь чуть-чуть руками прихватываю Не могу от этого избавиться Но самое главное Когда я подвожу к подрыву Руки выпрямляются И в подрыве руки не амортизируют И подрыв достаточно неплохо вылетает Короче тяга толчковая Поздравляете меня с рекордом Потому что никто не поздравляет Мало людей поздравляют с рекордами А это очень важные рекорды для меня Так что поздравляете Следующее упражнение Понесла Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот и все Основная тренировка подошла к концу Я как всегда буду делать прессик Как ни странно Все думают что у меня большой живот И я не качаю пресс Я почти каждую тренировку это делаю Так что просто Здесь у меня как у верблюда Маленький запасик Нужных для меня вещей Как говорится Так говорится Вот Что я могу сказать по тренировочке Кстати Не говорил в конце Толчка Меня там чуть подколбашивало Чуть-чуть У меня кружилась Голова Потому что Очень тяжелая неделя Не успеваю восстановиться Мало было энергии Но все равно я терпел Держал Короче Все справился с этим Я еще сам не видел эти Подходы Где меня там трясет чуть-чуть Вот Ну там где я начинаю Все непонятно вести Знаете То что у меня темно в глазах Я ничего не вижу Вот По поводу тяги Сегодня сделал Видите Объемную тягу Очень хорошую Работаю над спиной Я опять Буду повторять Что Сижу в атлетике Состоит из двух упражнений Рывка и толчка И все Остальные упражнения Это подводящие Подрывок и толчок Самое главное Вот У нас в рывке Много фаз Это съем Разгон штанги Подвод к подрыву Подрыв Уход под штангу И вот Все остальные упражнения Кроме двух Рывка и толчка Работают над тем Вот над всеми фазами Одно упражнение Над съемом Одно Много Вот этих вот фаз И вот эти вот фазы Нужно постоянно прокачивать Все для рывка и толчка Так что я сегодня И потолкал на грудь Побрал ножки Забил И с груди Получается потолкал Ручки забил Включение Постоял со штангой Плюс Сделал большую тягу Именно с помоста Что Я поработал съем В принципе Я все мышцы Для толчка классического Сегодня Покачал Плюс хорошо потолкал Если бы я толкал Получается с помоста Я бы не смог бы Такой большой объем сделать Так что Думайте Что вы делаете На тренировке Старайтесь придумывать Себе легкие варианты Но самое главное Не забывайте Что рыбок и толчок есть Но я думаю Что вы поймете Что в принципе Я не делаю Одинаковых упражнений Я постоянно Что нибудь К рыбку Или к толчку Добавляю Чтобы было легче Или наоборот Работаю над Слабейшими участками Техники Или над Слабейшими участками Тела То есть силы Большое вам спасибо Что меня смотрите Я буду снимать И завтра Завтра будет Что нибудь Рывковое Я подумаю Что я давно не делал Еще сегодня Получается Завтра с утра Почувствую Какие мышцы у меня забиты Над чем нужно работать Потому что сегодня Как ни странно У меня вот здесь вот Забилось Вот здесь вот Мышцы забились Вот эти вот Короче Именно какие-то Не то что вся мышца А внутри где-то Где-то может даже Фасциальное такое Вот это вот Получается Мышцы состоят С волокон Вот между Такой вот Может быть Фасции Может быть Забились Ну вот эти вот Короче Не знаю я формулировок Но знаю одно То что я Знаю свой организм Как в 3D И чувствую его А вот Название мышцы Формулировки Я Не знаю Вот Короче Спасибо вам Всего доброго До свидания Я становлюсь Сильнее Я думаю Это заметно Я тренируюсь Слава богу Ножка проходит Конечно Конечно Она еще Дает О себе Знать На больших весах Где Еще можно Даже подстраховываясь И страшно И еще чувствую Что Нету той Силы Которая В этой В этой ноге Здоровая Ну Как ни странно Все хорошо Слава богу Мы готовимся И кстати Очень интересная информация Я только недавно узнал Хочу вас спросить Кто точно знает Кто не знает По ходу С нового года Меняются категории И все рекорды Которые я установил Они сгорают Это конечно обидно Я точно не знаю Правда Это или не правда Но Лично Мое мнение По этому поводу То что это Абсурд Я не знаю Получается Наша тяжелая атлетика Или Основные деятели Наши тяжелые атлетики Не могут постоять За нас За тяжелые атлетики Почему Какая-то ерунда происходит Почему Как будто Такое чувство Что Американцы Не могут рекорды установить Из-за этого Нужно постоянно рекорды снимать Чтобы хоть какой-то Американец Когда-нибудь рекорд установил Может быть Вы Может американцы Чуть-чуть Ленивые Они просто Не жили у нас Или в Челябинске Или в Борисове Они не знают Что это такое Когда с утра встал Пошел В сорокоградусный мороз В труселях И босиком За дровишками В сарае Например Понимаете Оттого Может быть Штанга Это не американский вид спорта А мы А мы Белорусы Россияне Крепкие ребята Страдаем Из-за того Нас стирают из истории Как рекордсменов Это очень обидно Потому что Мои рекорды Как 20-летнего штангиста Они невероятны Я считаю себя Не то что я считаю себя Я отследил все результаты 20-летних штангистов И я оказался По Синклеру Самым сильным За всю историю Тяжелоатлетики Его часто Все результаты Стерут Это очень обидно И досадно Я буду напоминать Об этом Что я был Сильный штангист 20 лет Ладно Что я заболтался Все До свидания Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Все будет All right До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok